Я готовился на 5 раундов бой. Конечно, надежда была, что досрочно закончу, но готовился на 5 раундов. И думаю, то, что мы планировали, то, что мы сделали, мы выполнили, я выложился на 100%. Хотя соперник очень сильный, молодой, перспективный, хороший бой дал, руку дал. Но я не хочу никого критиковать, но Фаниль изначально сказал, что он любит биться до конца и будет биться, любит стойки, короче. Поэтому я не хотел с ним бороться. Я ему сказал, как вы закажете, я так и вспомнил. Хочешь биться стойки до конца, и будем биться до конца. Но он сам полез в борьбу и как бы сам боролся, поэтому я только мог кому отвечать. И у меня каких-то таких планах не было, чтобы именно бороться. Я хотел стойки это все как бы делать. Победу посвящаю я в 2011 году, в октябре у меня дедушка умер. Дедушка мой, он меня с детства нянчил, воспитывал, как бы во мне, можно сказать, воспитал меня такого сильным духом бойца. И за месяц до моего боя он скончался в октябре, умер у меня дедушка. А 25 ноября в 2011 году я стал чемпионом мира по панкратиону. И вот спустя 10 лет, за эти 10 лет, как бы много чего в жизни было, как бы и хорошего, и плохого. Спустя 10 лет я очередной чемпионский пояс как бы завоевал. И вот, и думаю, он бы радовался. План только добраться домой, обнять своих родных, близких, семью свою. Надеюсь, они порадовались. Ну, конечно, переживали, но надеюсь, их переживания были не напрасны. Субтитры сделал DimaTor. Субтитры сделал DimaTor. Самая главная цель была поставлена, и по милости Аллаха она была достигнута, выполнена. Поэтому дальше не знаю, что будет. Я этого не почувствовал, но я давал ему работать. Где-то, если он сверху меня был, где-то работал надо мной, это не потому, что он сильный, а потому, что я ему дал это делать. Почему? Потому что у меня была цель дать ему поработать, вымахаться, подустать. Потому что я тоже не железный, я тоже такой же человек, как он. Если я буду себе 25 минут работать, 5 раунд, я могу тоже устать, есть свойства как бы. И я хотел ему дать, чтобы он поработал, чтобы он выдохся, чуть-чуть подзалился. Потому что он хороший ударник, у него руки очень хорошие, левая рука опасная. Поскольку он меня там сверху побыл, чуть-чуть побил, силы тратил, и чуть-чуть подзабился, и медленнее стал. Это все план на бою, как бы. Ничего сверхъестественного там не было. Не знаю, это все вопросы к Нурбеку Харабала. Если он посчитает, нужно ему нагласить, но я ему говорил, и он сам лично знает, я здесь не из-за денег. Я ему говорил, если нужно будет подраться, я могу подраться и бесплатно, как бы он это знает, как бы это никому не секрет. Я думаю, что давайте этот вопрос оставим для него, и он, если посчитать, нужно ему ответить. Да, многие как бы наблюдают, многие еще вопросы задают мне. Вот ты говоришь, что в этом спорте там не из-за денег, что ты там как бы для тебя это хобби, чем ты на жизнь дорабатываешь, как бы спрашивай. Но я вам хочу сказать, что в этой жизни у каждого человека свой есть ризок. Этот ризок дает Всевышний Аллах. Поэтому мне не люди дают деньги, мне не люди дают там еду, пропитание. Это все мне дает Всевышний Аллах, а мы просто делаем для этого причины. И я уверен, что многие как бы сомневались во мне, в моей победе. Потому что, как говорится, ну парень с рекордом 3-0, там 7 лет отсидел, 9 лет не дрался, там что он может как бы, да. Но я вам скажу так, есть такая фраза, всему свое время. Поэтому если, как говорится, осуждено, то оно будет.